Добрый вечер, дорогие друзья! Все мы любим проводить свой досуг на уютной летней площадке-кафе, в зале ресторана, общаться с друзьями, вкусно кушать, но как бы при этом не заплатить лишние деньги, как бы при этом не подорвать свое здоровье, это тема одна сегодняшней передачи. И тема еще более важная, как правильно организовать и продвинуть свой ресторанный бизнес. Впервые в гостях у передачи «Избранный» бизнесмен, ресторатор Юрий Островский. Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер. Добрый вечер. Огромное спасибо за то, что выбрали время в вашем очень плотном графике, бизнес-графике и пришли к нам на передачу «Избранный». У нас на передаче впервые представители ресторанного бизнеса. Еще, по-моему, Антон, даже поваров не было и с Амелье. Все у нас только в планах с вами. Так что эта тематика начинается с вас. Поздравляю с открытием такой большой темы на передаче «Избранный». Как обстоит дело с ресторанным бизнесом именно в Казахстане? По сравнению, может быть, с Европой, с Америкой, с Россией? Ну, если прям совсем с большого, на сегодняшний день ресторанный бизнес в Казахстане, в частности в Алма-Ате, он с каждым днем все более и более развивается. Сегодня рестораны, они, конечно же, еще не на том уровне, как это, допустим, в России и где-то далеко за рубежом. Но мы к этому идем, и я думаю, что совместными усилиями рестораторов, шеф-поваров, тех же самых с Амелье, скоро ресторанный бизнес в Казахстане будет на очень высоком уровне. Вот в какой стороне мира самый развитый ресторанный бизнес, на который мы можем ориентироваться? Вы знаете, критерии ресторанного бизнеса в каждой стране свои. Но единственное, к чему стремятся все рестораторы, это продавать не еду и напитки, а продавать атмосферу. Чтобы в ресторане было гостю не только сытно покушать и вкусно попить, но чтобы было и комфортно находиться в этом ресторане. И чтобы гости, но это мечта просто любого ресторатора, чтобы гости возвращались постоянно в одно и то же заведение. Ну и, конечно же, будем говорить о том, что это бизнес, чтобы те же самые гости оставляли деньги в этом ресторане. Юрий, вот начать с нуля. Человек, бизнесмен, пошел денег, решил открыть свой ресторан. С чего начать? Как? Что? Чему делить внимание? Ну, если этот человек не имеет никакого отношения к ресторанному бизнесу, имеет отношения только как гость, и он ходил в ресторан и думал, что это все так просто, самое первое, что ему нужно сделать, это найти человека, который понимает в ресторанном бизнесе и который будет работать на то, чтобы данный ресторан приносил доходность и вообще работал. Сегодня в Алма-Ате открывается очень много ресторанов, но, к сожалению, закрывается еще больше. Это по той причине, что внешняя оболочка ресторана, она кажется, что все очень просто. Пришли гости, заплатили за еду, повар приготовил, официант обслужил, уборщица помыла, гардеробщица вещи приняла. Но внутренних проблем, на самом деле, гораздо больше, чем внешних. Привезти очень большое количество гостей в ресторан на сегодняшний день не составляет никакого труда. Это хорошая реклама, хороший СММ-маркетинг, ну и вообще весь маркетинг в целом. Гостей могут, ну так сказать, загнать в ресторан, но все эти 100 человек, которые пришли на открытие ресторана, они могут больше не прийти в этот ресторан никогда. Из-за чего? Было невкусно, просто ресторан был не готов принять этих 100 человек. Не отработан сервис, гостю что-то неправильно подали, гость очень долго ждал. Мы на сегодня настолько, мы как гости, настолько разбалованы, что мы хотим здесь, сейчас и сегодня. И когда мы приходим в ресторан с примерной посадкой 50 человек, и если на 80% ресторан уже заполнен, мы все равно хотим чувствовать себя самым главным гостем, чтобы уделили все внимание только мне. Мы не будем делить данный ресторан, люди VIP, люди не VIP, то есть любому человеку, каждый человек, это индивидуальность, и он считает себя то, что он VIP, и он пришел в ресторан, и он хочет, чтобы его обслужили так, как он хочет, потому что он отдает свои заработанные деньги в этом заведении. Ну, вернувшись, почему ресторан закрылся? Потому что гости просто плохо обслужили. А если вас плохо обслужили, вы об этом тут же написали у себя в соцсетях, об этом узнали еще 5000 человек, эти 5000 еще написали, и в конечном итоге через неделю в ресторан уже больше никто не ходит. Это у нас так сейчас открываются рестораны. То есть ресторан открыли, сделали оболочку, гостей назвали, и через два месяца закрыли. В Европе, ну, даже в Москве, да, все немножечко по-другому. Они прежде чем как открыть ресторан, они три месяца, минимум три месяца, они обучают свой персонал, они обучают всех. Тренера есть даже по клинингу, то есть даже по уборщицам, по самому младшему линейному персоналу. И когда ресторан они открывают, когда открываются двери, каждый знает, что ему делать. Он знает логистику, он знает, где кухня, как быстрее куда-то что-то принести, как быстрее обслужить гостя. Наконец-таки официант, который обслуживает в новом ресторане вас, он знает меню. Наши официанты, к сожалению, знают меню, но не во всех заведениях. Когда спрашиваешь, особенно в ресторане ВИП-класса, как бы, что из чего состоит это блюдо, официант теряется, бежит на кухню, по пути обратно забывает половину называний. По-моему, это выстекает из проблемы большой текучки официантов. Вы знаете, по поводу, вы сейчас сказали, ВИП-класса, да? Мы немножечко здесь, те, которые рестораны премиум-класса открываются, они немного путают, что такое премиум-класс. Допустим, в Москве премиум-класс, да, это А, дорого, Б, крутой сервис, ну, интерьер и все остальное. У нас присутствует только один пункт. А, дорого, да. А что связано с сервисом и со всеми остальными, да, вот все, что должно было быть в этом ресторане, в ресторане премиум-класса, ну, некоторые владельцы, управляющие там, либо учредители, те же самые рестораторы, они забывают. Хочется сломать этот стереотип, и чтобы, приходя в ресторан не только премиум-класса, а любого уровня, чтобы тебя обслужили именно так, ну, как-то этого достоин. К сожалению, не всегда у нас это получается. Проблема в сервисах? Ну, в основном, да. А есть ли какие-то учебные центры, заведения, где вот могут пройти обучение работники ресторанного бизнеса? На сегодняшний день нет. Это специалисты надо приглашать? Да. Получилось? У нас есть, существует одна группа в Казахстане, да, группа ресторанов. С России они приехали, и здесь открывают рестораны. Прежде чем как открыть ресторан, они как раз-таки идут по московскому пути. Они нагоняют сюда тренеров, они привозят сюда официантов, шеф-поваров, поваров. Сначала они привозят своих. Набирают наш штат местный, и в течение трех месяцев они обучают наших сотрудников. И потом, когда дата открытия ресторана, то уже, в принципе, наши сотрудники все и работают, и, ну, и, в принципе, все хорошо. И в этом случае нужно только контролировать. Потому что было, опять-таки же, несколько ресторанов, когда было по той же схеме, потом Россия уезжает, тренеры уезжают, никто ничего не контролирует, и ресторан закрывается. Атмосфера. Каждый ресторан должен иметь какую-то свою собственную атмосферу. Верно. Но согласитесь, вот в большинстве ресторанов, которые, ну, атмосфера примерно одинаковая. Нет такого, ну, она может быть хороша, но она не отличается от другого ресторана. Уникальностей мало. Да, концептуальности нет. Соглашусь, такое тоже здесь существует. А почему? То есть это диктует потребитель? Он не хочет этой концептуальности? Нет. Скорее всего, это диктует тот человек, который открывает ресторан. То есть, если человек в этом, ну, не совсем все понимает, он сходил в один ресторан, в другой ресторан, он проглотил эту атмосферу, и он думает, вау, я сейчас точно так же сделаю, у меня тоже все будет дорого, у меня тоже будет такая же атмосфера, точно такой же декор, у меня будет там вплоть до вилочки, до ложечки, до салфеточки, все будет то же самое, и он открывает это заведение. Когда вы приходите в это заведение, во-первых, вы на подсознательном где-то уровне, вы понимаете, что, ну, такое условное дежавю, вы где-то это уже видели, и где-то это уже было, меню, в принципе, где-то вы уже его читали, вы вернетесь в свой тот ресторан, где вы это уже кушали. Хорошо, давайте поговорим об атмосфере, что на нее влияет? Ну, интерьер, понятно. Сервис, музыкальное оформление. Обязательно. И кухня. Ну, вот возьмем два ресторана. Вот в один ресторан вы пришли, есть, и в одном, и во втором ресторане есть все то же самое перечисленное, что мы сейчас, о чем мы сейчас сказали. Но вот во втором ресторане, когда вы заказываете еду, еду вам выносит шеф-повар. Красивый, в белом, да, там, в колпаке, там, сейчас круто в черных перчатках, допустим, да, но это дань моде. И вот к вам выходит шеф-повар и начинает с вами разговаривать, рассказывать, как он это готовил. Ну, это же круче, чем в первом ресторане, хотя это все то же самое. Да. А потом, когда вы уже покушали, к вам подходит либо менеджер, либо управляющий данного заведения, либо вообще, вау, хозяин подходит к вам и начинает, опять-таки же, тоже с вами разговаривать. Не навязчиво, не понравилось, не понравилось, а просто, как дела, первый раз вы у нас, не первый раз. Ну, то есть, можно заложить такую беседу, что вы почувствуете то, что вы действительно пришли в гости к человеку. И шеф-повар, который к вам вышел, да, он там с вами сфотографировался, там, куда-то в соцсети закинул, и вы куда-то его в соцсети закинули, и ваши гости, которые это увидели, ну, я думаю, что они обязательно захотят посетить этот ресторан и увидеть именно эту атмосферу, нежели чем в первом ресторане, в котором, в принципе, тоже все самое, но по стандартам, да, там, чек-лист, официант принял, отнес, принес, деньги отдал, никто вам там, ну, улыбнулись там чуть-чуть, и все. Вот ресторан оказался в кризисе. Есть ли шанс вынырнуть оттуда? Как-то, не знаю, ребрединг провести или еще что-то? Кризис бывает двух типов в ресторане. Это внешний кризис, либо внутренний кризис. Внешний кризис – это гости перестали ходить. Почему гости перестали ходить? Возможно, есть какие-то моменты, ну, опять-таки же, нет сервиса, нет атмосферы, нет хорошей кухни, либо, ну, еще какие-то там такие моменты, да, которые очень такие тонкие, именно связанные с гостями. Либо есть внутренний кризис, внутренняя проблема самого ресторана. Она связана с тем, что все было сделано, ну, не совсем правильно, то есть неправильный учет. Ресторан – это картинка только для гостей. На самом деле это очень много работы, очень много линейного персонала, сотрудников. И даже если неправильно составлена калькуляционная карта, и наценка не совсем правильная, то ресторан, к сожалению, может войти в кризис. И вот здесь нужно понимать, здесь нужно делать аудит этому ресторану. В каком он кризисе? Либо исправлять внутренние проблемы, либо исправлять внешние проблемы, которые связаны с гостями. Внешне как исправить? Вот пошла плохая молва о ресторане. Возможно ли как-то поменять общественное мнение? Нужно понимать. То есть ресторан – это настолько тонкий бизнес, ресторанный бизнес, что нужно понимать, почему именно вы не захотели прийти больше в этот ресторан. Опять-таки говорю всегда, что владелец, учредитель может вкладывать миллионы, но если официант не настроен на продажу, вы можете 10 лет вкладывать эти деньги в ресторан, и вы никогда не получите прибыль. Так вот о настроенности официанта на продажу, Юрий, как раз таки. В Казахстане почему-то принято 10% за обслуживание сразу вносить в счет. И официант фактически не заинтересован уже в искренней заботе о госте. Он считает, ну и так получу свои деньги. В некоторых странах зарубежных я знаю, такого нет. В России так далеко не всегда входят 10%. Я, наверное, сейчас для всех открою большой, огромный секрет, что те 10%, которые идут за обслуживание, они не идут официанту. Вот так вот. Официант имеет процент с той суммы, которая еще до 10%. А 10% у каждого это своя расходная часть. Кто-то на операционную деятельность убирает, кто-то там еще. У каждого ресторана там своя кухня. Но официант зарабатывает именно с тех цен, которые в меню, без каких-либо наложений. Проблема у нас с официантами в том, что официанты, которые работают у нас, они не все, конечно. Есть у нас прям очень хорошие. Но основная проблема в том, что официанты, они не видят себя в этой профессии через 3 года. Потому что это временная. Временная профессия это все. Это плохо. Это плохо, понимаете? Даже в советское время, да, это же была специальная профессия. Официант, работал, учился. Во Франции, какая мощная школа официантов, что там это считается престижной профессией. Есть рестораны, где обслуживают только пожилые официанты. Смотрится это великолепно. Они с такими благородными сединами, не спеша он к тебе идет. И с таким достоинством, без высокомерия, и с уважением к тебе. И подача блюда становится просто процессом искреннего доброго общения. И вот это уже создает саму атмосферу. Где вы это видели? У нас. У нас нет, к сожалению, да. Потому что это большая проблема на сегодняшний день. Официант не видит себя через 3-5 лет именно официантом. Он не видит себя не то, что официантом, он не видит себя вообще в ресторанном бизнесе. Но очень хочется донести до официантов и вообще до всех сервисников, что работая официантом можно зарабатывать очень хорошие деньги, очень большие деньги. И когда-нибудь можно стать менеджером, и когда-нибудь можно стать управляющим, и когда-нибудь можно стать владельцем какого-то бизнеса, именно ресторанного бизнеса. Хорошо. Как можно зарабатывать много официантом? Чаевыми? Нет, продажами. Допустим, возьмем меню, да, какого-то ресторана. В этом меню 10 блюд горячих. Ну, основных блюд, мясных, 10 блюд. И так получилось, что поставщик просто подвел ресторан и не привез какие-то ингредиенты. И у вас есть всего лишь два блюда из этого меню. Так вот, хороший официант, он сделает так, что вы подумаете, что вы выбрали эти два блюда. И вы никогда не подумаете, что этого блюда нет на кухне. И этот хороший официант, помимо того, что продаст вам эти два блюда, он вам продаст воду, пусть не самую дорогую, но он с этого заработает. И он продаст вам сопутствующие товары. То есть, ну, тоже какую-то выпечку, десерт, какое-то вино. И именно на этом он и заработает. То есть, официант это очень хороший продажник. И если официант не умеет продавать, нужно просто прощаться с этим официантом. Потому что это затратно, это невыгодно, и бизнес может когда-нибудь закончить. Слушайте, я ни разу не встречал таких официантов. Да, действительно. Максимально вежливые. Вежливые, уступчивые и так далее. Но вот чтобы продавали, я, честно говоря, ни разу этого не видел. Да, я тоже. Есть ли они такие официанты в Казахстане? Есть определенное количество заведений в Алматы и вообще в Казахстане, где сервис, пусть не на высоком, высоком-высоком уровне, да, но очень хороший. В сервисе всегда есть к чему стремиться, всегда есть к чему учиться. Каждый день в ресторанном бизнесе происходит что-то новое, какие-то происходят обучения, что-то происходит. Поэтому на месте стоять не нужно, нужно работать над собой, нужно работать над своим сервисом, над своими официантами. И тогда мы идем к какому-то успеху и к хорошим продажам. Юрий, а вы как раз-таки занимаетесь еще и обучением? Ну, на сегодняшний день, да, у нас консалдинговая компания, которую мы предлагаем. У нас в команде есть тренера, у нас есть SMM-маркетинг, у нас есть хорошие шеф-повара, управляющие. Ну, то есть мы можем научить ваших сотрудников работать. Мы все берем от, ну, Россия, Москва на сегодняшний день, потому что в ресторанном бизнесе то, что происходит в Москве сегодня, мы увидим это с вами через год. В Алматы. В Алматы, да. На сегодняшний день, если говорить про СНГ и про самые крутые направления ресторанов, сервисы, всего остального, это Украина, конечно. Они более ближе к Европе, и поэтому у них и сервис намного лучше. Смотрите, есть довольно такие субъективные журналы, которые дают оценку вот таким-то или таким-то ресторанам. А вот наше кино пришло к тому, что там раз в год собираются кинокритики, делают какую-то премию, да, они, ну, люди уважаемые, с образованием, и не с пустого места они это все производят. Если в ресторане что-то такое, вот приходят и какая-то комиссия раздает мишленовские звезды. Мы как бы это еще пока не планируем, но у нас это есть на обсуждении. Обсуждаем то, что почему бы и нам в Алмате не собрать именно такой форум, чтобы приехали со всех регионов Казахстана, ну и плюс еще кто-то с каких-то других стран либо чему-то поучить, либо чему-то научиться. Я думаю, что скоро это будет. То есть будет какая-то рекомендационная карта, либо еще что-то. Я решил пойти и вот ваша комиссия или кто-то либо свой журнал, либо портал свой, когда вы говорите вот эти мы рестораны рекомендуем пообслуживанию, а вот эти вот умалчивают. Но я думаю, что это будет не совсем скоро. Но это может быть. Возможно. Нам это нужно. Нам, как потребителям, это необходимо. Потому что вы же знаете, с другой стороны эту историю. Понимаете, хотелось бы, чтобы это все было честно. Конечно. Но, к сожалению, пока это не совсем возможно сделать. есть некоторые журналы, которые пишут про некие рестораны и описывают, что там все настолько круто, что вам стоит туда пойти. Мы читаем и потом якобы идем. Но сейчас наш потребитель научился понимать, что это проплаченная статья. Есть очень много блогеров, которые сидят в ресторане, снимают себя, типа они там кушают и говорят, вау, как здесь классно, круто. Потом он идет в кассу, получил свое несколько нулей УЕ и ушел. Наш потребитель сейчас стал понимать, что это просто фейк и что особо на это не нужно обращать внимание. Вот и хочется прийти к объективности. Где ее найти? Да, где ее найти? Ну, пока только, если ваши друзья вам порекомендуют, эмпирическим путем, да? Только сарафанным радиом. Удивительно. Ну, и нужно пробовать, нужно самому ходить, нужно обжигаться, критиковать, не сдаваться, идти дальше. И идти дальше. И однозначно вы найдете свое то место, которое будет вашим любимым душевным местом. Вас самого потрясли какие-то места в Алматы? Есть очень хорошие, много хороших мест, да. Есть? Есть. В Золотом квадрате или разбросано везде? Чем ближе к нашей главной улице, да, тем средний человек становится дороже. Особо, это лично мое мнение, да, и я особо не хожу в такие заведения, потому что платить аренду за стейк или за шашлык тот же самый, да, ну, мне особо не хочется. Я знаю, когда мне дают блюдо, я примерно, посмотрев на блюдо, знаю его себестоимость, и когда я вижу конечную цену, ну, я не понимаю, из чего сложена такая цена. Вот. Поэтому никто не запретил ресторанам либо кафе, которые находятся в Незолотом квадрате, готовить намного вкуснее и продавать именно ту атмосферу, за которой мы, в принципе, идем. давайте вот, да, вот это все очень хорошо, Юрий, но немножко такой вот жесткой правды жизни. Все-таки, наверное, рестораны премиум-класса, которые и для, так скажем, среднего уровня, которые собираются вокруг главной улицы нашего города, они, ну, может быть, течет чувство страха, инстинкт самосохранения срабатывает, не всегда хотят своих клиентов травить и отчасти хотя бы следят за качеством своей продукции. Вся основная еда, которая приходит к нам в ресторан, она приходит практически с одних и тех же мест. Здесь все зависит от, во-первых, от хранения и вообще от управления этим рестораном. То есть, я, допустим, видел несколько ресторанов премиум-класса изнутри, они были намного хуже, чем рестораны, которые там, ну, совсем-совсем не очень, да, и у них кухня была намного чище и опрятнее, чем нежели я видел, ну, в более дорогом ресторане. Здесь все зависит от управления и от, ну, вообще, от качества, что вы хотите дать гостю. Отравиться можно где угодно. Непосвященному, как понять, стоит идти сюда или не стоит? То есть, если театр у нас начинается с вешалки, то ресторан начинается у нас в другой комнате. Вот, когда вы туда заходите, ну, во-первых, это гигиена, да, вам нужно помыть. Мы не можем мыть руки в грязном помещении, вот, поэтому мы должны, ну, это можно оценить. Если все хорошо, чистенько, если все на своих местах, то, в принципе, можно проходить дальше. Ну, конечно, вы должны понимать, ну, попробовать еду, да, потому что без этого, ну, цена может быть любая, но в любом случае ваши вкусовые качества, ну, должны попробовать. Вас не подведутся. Опрятность официанта, ну, не может в хорошем, в чистом заведении прийти к вам официант с грязной, там, головой, в грязной форме, с грязными ногтями. Ну, это все визуально. То есть, мы, как гости, мы должны визуально, мы же оцениваем, в любом случае, визуализация идет и самого интерьера, и того человека, который вас первый встретил. Если заходите в заведение, вас никто не встречает, вы сами проходите за стол, вам дают меню в этих файлах. Но не думаю, что вам понравится еда в этом заведении, потому что если экономят на первой встрече гостя, то я думаю, что там, за закрытыми дверями, тоже экономят. Хорошо. Допустим, ресторан удовлетворил. Он молодец. Но произошла, на второй, на третий раз, когда вы там побывали, произошла конфликтная ситуация. Как ее решать? К примеру, обсчет, перепутали заказы, или так далее, и так далее. Сразу вызывать менеджера, что делать? Человеческий фактор. То есть, если вас в ресторане обсчитали, это не всегда говорит о том, что вас обсчитали. Это иногда срабатывает человеческий фактор. То есть, сейчас официанты, они ничего не пишут от руки, они все, они сначала пишут себе, либо они запоминают, потом они подходят к машине и начинают это все пробивать на мониторе. И иногда, к сожалению, бывает, что вместо одного там бокала вина вам пробили два. Иногда такое бывает. Что бы сделал бы я, да? Они говорят, это уже невозможно вернуть, допустим. Ну все, мы уже через кассу пробили. Нет, вы что? Правильное управление сделает совершенно по-другому. Если вам пробили два вина, то правильный менеджер, который увидит эту ситуацию, он просто уберет у вас вообще эти два вина. И вы за это вино вообще не заплатите. Даже за тот бокал, который вы выпили. И это будет правильно. компенсация, извинение. Конечно, конечно. Потому что любую конфликтную ситуацию нужно решать здесь и сейчас. Как только гость перешагнул порог ресторана, он достает свой мобильный телефон и начинает писать. Вы знаете, что произошло в этом. И помимо того, что он напишет, что ему дали бокал вина лишнего, пробили, он еще напишет кучу всего того, чего на самом деле не было. Информационная прибыль иногда больше, чем материальная прибыль. Если есть информационный убыток, он может быть настолько неизгладим, что никакое материальное вложение больше не даст встать этому ресторану. И поэтому, если существует какой-то конфликт с гостем, лучше эту информацию не выносить за пределы дома. Лучше ее решить сегодня с вами, убрать то же самое вино, дать вам комплимент, дать вам скидку на какой-то следующий раз. Ну, то есть, проявить настолько лояльность, чтобы вы подумали, да, действительно, они ошиблись, они не хотели меня обсчитать, что ресторан особо-то и не виноват. Ну, так получилось. Но вы выпили бокал вина, вам, возможно, дали еще бутылочку вина с собой. Ну, так получилось. То есть, официант нечаянно это сделал. Почему у нас в Казахстане, где все-таки столько культур, столько национальности, да, столько этносов представлено, не развита потребность в каких-то эксклюзивных концепциях в ресторане? Я знаю, что в Японии, особенно в Амстердаме, полно уникальных ресторанов. Кто-то предлагает откушать в полной темноте. Кто-то говорит, у нас ресторан во льду, там, минус 15 градусов. Культура еды у нас только начинает развиваться. Если мы будем говорить, то, что мы вышли из Советского Союза, у нас не было культуры еды. В Европе культура еды, она на протяжении уже столетия, ну, как минимум. И мы сейчас, к счастью, к этому идем. Но уйти с общепитовской столовки, которые были раньше, до ресторана во льду, это должно быть время. У нас, слава богу, это время есть. У нас, слава богу, сейчас немножечко развивается туризм наш, именно местный туризм. И поэтому я думаю, что скоро мы все-таки к этому тоже придем. Но уже радует обилие кофеин. Ну, столько есть и ресторан на воздушном шаре, ресторан на дереве существует в мире. По-моему, у нас еще боятся креативить. Нет, у нас не боятся креативить, у нас просто... Зачем заморачиваться, когда можно открыть лагман хану, и все равно туда пойдут гости? Зачем покупать шар? Зачем напихивать туда людей, отправлять их туда? Это дорогая себестоимость. Нужно миллион разрешений взять, и не факт, что вам эти разрешения дадут. В Японии тоже, или в Китае, в Сеуле рестораны набирают обороты, которые обслуживаются роботами вместо официантов. Да. Тоже потрясающая идея. Это тоже очень интересно. Но, опять-таки, да, это культура еды. То есть мы к этому стремимся, мы к этому идем. Юрий, а как обстоит дело с сомелье? Ведь это тоже важные продажники. Да. В хороших заведениях существует сомелье, которые про вино знают, когда семечку посадили, как оно выросло, где выросло, какой год, месяц, день. То есть от сомелье тоже зависят очень-очень большие продажи. А сомелье у нас обучают? Или все из Италии? Нет, в Алма-Ате у нас, я думаю, что не обучают, но есть сетки ресторанов, которые отправляют своих сотрудников Европа, Москва та же самая, вкладывают деньги в своих сотрудников, они обучаются там и приезжают сюда уже крутыми сомелье и могут уже работать именно по этой профессии. И уже идут в другой ресторан после этого. Это профессия. Сегодня это профессия. Если официант еще не профессия, то, к счастью, бармен и сомелье уже профессия. А как обстоит дело с ценообразованием новинок именно в ресторанах? Я думаю, что не очень хорошо, в такой, опять-таки, дорогой сетке, к нам как-то приехал из Канады ученый, кстати, к тому же очень богатый человек, и мы его повели, соответственно, в хороший ресторан премиум-класса. Увидев цены на вино, все эти марки он знал, он просто всплеснул руками и сказал, разве 10 завышены, чем в таких же ресторанах в Канаде? Ну, во-первых, это логистика. То есть для того, чтобы хорошее вино привезти откуда-то издалека, нужно заплатить тому посреднику, который его сюда отправит, на том самолете, либо наземным путем, что это сюда довезут. Во-первых, хорошее, дорогое вино, оно должно храниться правильно. Его невозможно, даже на 1-2 градуса, невозможно снизить температуру, либо повысить. То есть это все затратно. И все эти затраты в конечном итоге оплачивает потом потребитель. А когда оно приходит сюда, в Казахстан, это опять-таки же наша самая растаможка. Это налоги, это акцизы. То есть за все, за все, за все, за все в конечном итоге платит потребитель. Поэтому и вино, соответственно. У нас вопрос не только с вином. Это вопрос со всем, что приходит из-за рубежа. Те же самые лобстеры, возьмите. У нас их здесь, к сожалению, не выращивают. Сейчас, кстати, там, где копчега и начали этим уже заниматься. Но поскольку их у нас нет, они у нас тоже очень дорогие. Но они у нас и не совсем вкусные. Потому что пока нам его оттуда довезут, я всегда говорю, что живой лобстер сюда приходит в коме. Его обколят, напоят, накормят. И он вообще не понимает, что происходит. И тут он уже в Казахстане, его уже режут, его уже едят. И поэтому ценообразование в основном сложено из логистики. Из-за доставки, как нам сюда его доставить. Но наши гости, слава богу, сейчас пробуют именно нашу кухню, но уже немножечко в другой вариации, в другой подаче. И отходят уже от ролл, от лобстеров, от креветок. Ну, особо это уже не совсем... А что сейчас в тренде? Наша местная кухня, но, опять-таки же, местная кухня, но немножечко в другой подаче. То есть, если мы привыкли бешпармак кушать на большом табаке, много мяса, там, баранья нога, там, ребра, да, хабрага и все остальное, существуют сейчас другие подачи, когда это можно подать красиво, это можно подать со стороны, пусть не высокой кухни, но расположенной к высокой кухне. Иностранцев сейчас мы можем уже удивлять нашей местной едой. Ну, это хорошо, что тренд, да, что наша кухня застала... Появился недавно небольшой ресторанчик, может, вы в курсе, наверняка, где подают такие авторские блюда, например, плов в тесте, в пирожке, вместо начинки. А, я слышал, и сам-сам-сакорочком, ну, то есть, с готовым уже. Да, да, да. Да, то есть, но как таковой нашей местной кухни, да, она очень, конечно же, богатая, и она разнообразная. Но, чтобы удивить, мы это все ели уже, и для того, чтобы каждый день не есть одни и те же манты, да, нам придумывают наши шеф-повара, они придумывают подать их как-то по-другому, подать их... Это будет тот же самый вкус, это будет тот же самый запах, но мы с вами едим глазами, и поэтому мы сначала должны увидеть что-то необычное, а потом уже кушать. Но все-таки вот те повара, которые награждаются звездами Мишлена, вернее, не повара, а рестораны, это нечто, конечно, с большой буквы. Как-то вот я была на Каннском как раз фестивале кино и телевизионных дистрибьюторов, это весной партнеры пригласили нас в лучший на Лазурном берегу ресторан. А, конечно же, с мишленовскими звездами, и работающий там шеф-повар, где бы в каком ресторане не работал, присваивались мишленовские звезды в результате этого ресторана. Он как бы вот так вот виртуально обладает тридцатью двумя мишленовскими звездами. Ресторан работает всего три дня в неделю. Это праздник, событие. Мужчина только в костюмах и в смокингах туда приглашается, полный зал. Его фишка картофельное пюре. Но я никогда не знала, что такой вкус возможен у весьма простых блюд, как, например, рулет из авокадо с начинкой из краба. Я не знаю, что он с ними делал, но это было неописуемо. Вот это действительно был праздник вкуса. Ну, на самом деле, все самое сложное это все самое простое. То есть нужно просто, во-первых, красиво, вам там очень красиво это подавали. Ну, вообще, вас там сначала красиво встретили. Там не было меню, да? Было. Подавали меню, да? Да, да, да. Иногда бывает в мишленских ресторанах меню не подают. Вот все, что повар приготовил, то сегодня вы и будете кушать. Это тоже очень интересно. То есть нет меню, нет выбора. И повар сосредоточен настолько над своим одним, двум, вторым и третьим блюдом, что он отдает всю душу, все силы и вообще все свое внимание этим блюдам. И вот тогда выходят действительно настоящие шедевры. И не нужно очень сильно заморачиваться. Нужно просто отдать просто, красиво и вкусно. И тогда, сидя здесь в Алма-Ате, вы будете об этом вспоминать и об этом всем говорить. Прямо хочется туда поехать и попробовать, что же там было за пюре. Что там за пюре-агротентом? В конце вечера каждой даме, посетившей ресторан, в подарок давался большой такой лимонный кекс с собой. Вот. Они что продали? Они продали не кекс, они продали не еду, они продали атмосферу. Они продали настроение. Они вам подарили лимонный кекс. Он был, конечно же, включен в эту стоимость. Конечно, да. Но вам его подарили. Почему в Казахстане среди шеф-поваров нет приглашенных поваров, которые вот удостаивались бы заведения с их помощью мишленовских звезд? Они сами не хотят ехать или их гонорары очень высокие? Нет. У них, во-первых, высокие гонорары, очень высокие гонорары. У нас был такой прецедент в Алма-Ате, пригласили повара из мишленовского ресторана. Сделали очень огромную рекламу, СММ, то есть всех гостей пригласили. Но цены меню были настолько дорогие, что наши гости просто этого не поняли. Мы к этому, опять-таки же, еще не готовы. Приглашать именитого повара, чтобы гость за это платил, это не совсем правильно. Мы можем пригласить повара, сделать небольшие цены. Пусть ресторан отработает в ноль, ничего не заработает сегодня, но об этом будут говорить все, что там вау, и что там и круто, и повар, и вкусно, и сервис, и все остальное. То есть, опять-таки, это информационная прибыль. Лучше на этом сегодня заработать, чем пригласить такого повара и потом вообще... И потом такая слава, что нет, в этот ресторан не пойдем на такие цены. Как обстоит дело с ресторанами для детей в Казахстане? Это сейчас очень трендово. Сейчас много открываются именно заведений с детскими площадками. Именно для детей, для деток. Но это больше семейный, то, что вы говорите. Семейный ресторан, да. А для детей, которые вот оставил ребенка, у них своя вечеринка. Ну, это опять из той серии, что мы еще пока к этому не готовы. Дети – это очень огромная ответственность, очень большая. И не каждый хочет взять на себя такую ответственность. Не дай бог, если с ребенком что-то произойдет в отсутствии родителя, то в любом случае будет виноват аниматор либо ресторан. Поэтому мы не совсем к этому готовы. Заметьте, у нас вообще возрастных ресторанов таких нет конкретно, чтобы была какая-то градация либо дети, либо специально для пенсионеров, к примеру. В Европе так же. Там сидят, кучкуются. Как-то в Японии, так же там в Китае. Нет, у нас есть пару ресторанов, где возрастная категория аудитории 45 плюс. У нас такие есть. Ну, 2-3 точно знаю. Тот, кто моложе, не пускают? Или это сам отсев? Они туда просто не приходят. То есть, они даже если заходят, видят взрослые, ну, там им делать нечего. То есть, молодежная тусовка, которая собирается в заведениях, во-первых, они не пойдут на такой средний чек, как в этом заведении, ну, и, во-вторых, тот контингент, который там сидит, находится, им это, ну, молодежи, это неинтересно. И возвращаясь снова и возвращаясь снова к теме именно бизнеса. Я знаю, что быть владельцем одного ресторана очень невыгодно. Доход крайне низкий, окупаемость маленькая, ее может вообще не быть. И сейчас время сетевых структур. Вот, что бы вы посоветовали начинающему бизнесмену все-таки открыть сразу несколько ресторанов или заморочиться на одном? Нужно сначала заморочиться на одном, прям очень заморочиться, и потом открывать второй ресторан, заморочиться над вторым, третий, и все так вот по схеме. Один ресторан может приносить доход и может приносить неплохой доход, но нужно постоянно контролировать свой ресторан. Если открыть его и получить какую-то первую доходную часть и потом вообще забыть об этом и думать, что так будет всегда, то ничего особого и не произойдет. Поэтому, конечно, если позволяет у человека время, деньги и вообще желание, если есть у человека желание заниматься именно этим бизнесом, то, конечно, лучше открывать один, второй, третий и далее. Да, вы правы говорите, то, что у нас есть, допустим, в Алма-Ате есть сеть ресторанов, их большое количество, но только четыре, максимум пять из этих ресторанов приносят прибыль, а все остальные просто забирают деньги в этих заведениях для оплаты своих расходов. Страшно. Но это сеть, это имя, это круто, статус, это статус, все рестораны премиальные, вот, поэтому вам, как гостю, вам вообще неинтересно, имеет доход этот ресторан, не имеет, главное, вам там комфортно, вы можете туда ходить каждый день с семьей, но другие рестораны будут снабжать этот ресторан материально. А вот франшиза, далеко не все франшизы успешны, да? Переносят все, но потом не контролируют, понимаете, тот, кто продал франшизу, ему на самом деле неинтересно, что будет дальше с этой франшизой, он ее продал, он получает ежемесячно свою прибыль, оговоренную в договоре, причем она конкретная сумма, ее нужно будет оплачивать, эту сумму. А то, что у вас происходит в вашей франшизе где-то там, ну, им особо это неинтересно. Они могут приехать посмотреть, что все не очень хорошо и закрыть эту франшизу. У них такая возможность есть. Но ошибка наших людей, наших владельцев, учредителей, хозяевов, которые покупают где-то франшизу, ставят здесь все так, как нужно ставить, а потом просто перестает это контролировать. И франшиза умирает. И она может умереть достаточно очень быстро. Было одно заведение, это была тоже франшиза. Она сейчас существует, но уже совсем замолкла, и о ней даже никто не вспоминает. Они открылись очень вау, прям вообще. Почему? Потому что менеджеры были с России, официанты были с России, хостес, бармен, управляющий, менеджеры, все были оттуда. И было просто нереально круто там. И они обучали наших местных. И потом, когда они уехали, наши местные стали работать, все тоже было хорошо, но со стороны владельца бизнеса контроль просто закрылся. И поэтому никто их не контролировал, было вложено огромное количество денег. Сначала в одном месте они закрылись, потом в другом месте закрылись. Сейчас они остались только в одном моле, и все. Но есть положительные какие-то сети, положительные опыты? 10 лет, 20 лет ресторанов, которые на плаву и которые все-таки удерживают? Есть один ресторан, очень хороший ресторан, работает уже 19 лет. Паша? Наш? Между делом просто сразу посияли. Вот, как раз таки там возрастная категория 35-45 плюс, работает 19 лет, действительно работает, а гости как ходили туда, так и ходят, несмотря вообще ни на что. И вот, это очень положительный опыт. Как вам это удалось? Как удалось? Ну, это не совсем мне удалось, потому что в нашем управлении он только полгода, но мы уже почти, 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 вот совсем ему было плохо, этому ресторану, мы его забрали. Ну и в принципе сейчас мы выходим на тот же уровень, как он был и в те годы. Удалось, у нас командная работа, мы работаем, мы, знаете, сейчас очень много тренеров, которые говорят, приди ко мне, я тебе скажу, что тебе делать, и ты возьмешь себе любую нишу, и в этой любой нише ты там будешь зарабатывать миллионы в свои 16 лет. Мы, к сожалению, так никому ничего не обещаем, и мы так не делаем. Ну что же вы отстаете от времени, надо обещать. Я верю в разы. У нас команда, у нас каждый человек занимается своим делом. Если у нас мой партнер занимается только набором персонала, она занимается только набором персонала. Хотя она может заниматься и СММ-маркетингом, она может заниматься обучением персонала, но нет, она этого не делает. То есть у нее есть одно направление, в котором она просто нереальный ас. У нас есть тренинг-менеджер по официантам, которая никогда не будет нанимать этих официантов. Она возьмет уже человека, который наняли на работу, и из него сделает просто конфету. И поэтому мы комплексно подходим к этой проблеме. У нас есть отличный бухгалтер-калькулятор, которая ей показать калькуляционную карту, она один секунду на нее посмотрит и скажет, в чем проблема именно в финансовом секторе, именно там, где во внутренностях ресторана. То есть мы заходим комплексно и работаем уже комплексно с этим рестораном. Ну, с любым заведением. Отлично. Да. И все-таки как-то охарактеризуйте ваше видение, опишите нам его, пожалуйста. Что будет с рестораном-бизнесом в Казахстане в течение ближайших 10 лет? Если наше государство обратит внимание на ресторанный бизнес, ресторанный бизнес – это неотъемлемая часть туристического бизнеса. И вот если комплексно подойти к этому бизнесу, то я думаю, что мы, казахстанцы, ничуть не хуже тех, кто живет за рубежом, которые открывают рестораны, которые работают в ресторанах. Мы вообще ничуть не хуже. У нас в Казахстане огромный потенциал, который, к сожалению, на сегодняшний день еще не весь исчерпан. Ну, раскрыт он на процентов 30 максимум. И если комплексно подходить к этому вопросу, то я думаю, что почему бы и нам не выдавать свои звезды? Вот, вот к чему и с чего начинался разговор, да? Нам нужен свой критерий, нам нужны свои критики, нам нужны свои. Ну, так, к сожалению. Идите к этому. Мы будем рады, потому что вот мы, потребители, мы должны на кого-то ориентироваться. Нам нужен фильтр, могучий фильтр, который скажет, «Ребят, мы проверили, это даем добро, этому мы добро не даем». Почему? Об этом можем умолчать, но мы не даем добро, потому что и все. Покупные статьи нас тоже напрягают. Надеюсь, скоро. Спасибо вам огромное, Юрий, за то, что вы пришли на нашу передачу «Избранный». Вы действительно избранный человек. Я вижу, что вы большой профессионал. И я хочу вам пожелать, чтобы все рестораны, которые вы взяли под свое крыло, они были успешными, приносили много прибыли. И самое главное, морального удовлетворения. Чтобы вы еще больше с каждым днем гордились вашей профессией, вашим предназначением. И чтобы вы всегда знали, что вы приносите людям добро, благо, приятные ощущения, наслаждение этой жизнью, отдохновение. Пусть у вас все будет хорошо. Спасибо большое. Я желаю, что вы заняли свою нишу. Тащите ее, чтобы мы где-то уже не на год, но хоть на полгода отставали от Москвы, от Европы, понятное дело. Отставать нужно подольше. Ну ладно, Украину можно сюда закинуть. Пусть будет все хорошо. Мы еще перегоним, я думаю. Мы еще перегоним. Вот, мы на это не одеемся. Наша Родина, Казахстан, это молодая, прекрасная, полная талантов страна. Мы с вами движемся в правильном направлении. Трудности неизбежны. Это болезни роста. Они должны быть. Без них взросление невозможно. И самое главное, нам есть куда идти. И самое важное, мы видим верное направление этого движения. Не стоит отчаиваться. Все сложности преодолимы. Верьте себе, своей душе, любите своих ближних и доверяйте высших силам, которые, конечно же, правильно ведут всех нас. Оставайтесь с нами. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok